Аудитория молодая И отец двоих детей В этом смысле у меня есть некоторый интегративный опыт взаимодействия с образованием Как с точки зрения образования, так и с точки зрения родителя Я не знаю, наверное, эта штука должна как-то время показывать, но она не показывает Не страшно Итак Отлично А начнем мы вот с чего Начнем мы, как это ни парадоксально, с мартышек Хотя, скорее всего, психология мартышек Поможет нам объяснить нашу общую психологию Эксперимент, который был проведен, по-моему, в одном из германских зоопарков С каким-то совершенно факультетом психологических наук Или что-то такое В общем, с факультетом психологии В чем суть эксперимента? Взяли пять мартышек Посадили их в новую клетку А в новой клетке, о чудо, есть лестница Ну и наверху там немножечко связочка бананов Как уже говорил первый спикер Самая первая эволюция Они все видят бананы И самая сметливая мартышечка Рвется по этой лестнице вверх Но как только она рвется Организаторы, устроители этого Этой встречи пяти мартышек Тут же всех поливают ледяным душем Причем всех Не только самую догадавшуюся Самую сообразительную А всех Приблизительно через два дня таких экспериментов Мартышки четко знают Банан на лестнице равно ледяная вода Никто не лезет После этого Одну обладательницу этого совершенно потрясающего экспириенса Выводят И вводят ту, собственно, которая ничего не знает И она даже ничего не знает про воду Она вдруг видит четверых мартышек Здоровых, нормальных, прыгающих И там почему-то бананы, которые они не берут Она наимно предполагает, что это точно ей Но нет Как только она делает пару движений к лестнице Душ не включается Включается групповой рефлекс Как вы думаете, что происходит? Правильно Четверо мартышек Выражают общее негодование И нежелание купаться Мутузят эту пятую Так что пыль столбом Она не понимает, что происходит Там же еда Туда вообще-то надо Но вот как-то так После этого она привыкает К правилам игры Удаляют еще одну Вторую Вводят новую Которая в общем Ничего не знает о холодной воде История повторяется Таким образом заменяется вся группа И тут Вводят шестую мартышку Которая тоже ничего не в курсе А дальше потрясающая вещь Все дело в том, что Ее мутузят так же Но проблема состоит в том Что вся группа Ни разу не ощущала на себя Действия ледяной воды Ну то есть Она их бьет почему-то Они ее Вопрос почему Правильный вопрос А правильный ответ Это инерция мышления Что такое инерция мысления Сколько раз мы с этим сталкивались Сколько раз Ну вот здесь молодежь в основном Сколько раз приходя к декану К научному руководителю Вы говорили Да я же знаю как лучше Я точно знаю как Давайте мы вот Ну немножечко тут что-то поменяем Что вы слышали чаще всего в ответ Успокойся Все будет нормально Мы будем делать так как нужно В быту или в сервисе Как мы с этим сталкиваемся Вот яркий слайд Производили же ВАЗ-2105-2107 Ну и производили Покупали их Ну не то чтобы был выбор Но покупали Что-то нужно менять Да не надо ничего менять Все хорошо Все отлично И в этом смысле В этом смысле я призываю всех вас Задаться вопросом А каким образом инерция мышления Может влиять на образование На ваше восприятие Образование Ваших детей Вот на секунду подумайте Что вы вообще знаете про школу Хотя вы оттуда вышли Ну то есть как Что вы знаете про школу По отношению к своим Пусть будущим детям Аудитория Есть программа Я переведу это на то Что вот Ну с правильных слов Я переведу на бытовые Мы должны получать пятерки Ну программа же должна выполняться Мы должны ее осваивать ЕГЭ должно быть сдан В школу надо ходить В школу родители не должны ходить В этом смысле В этом смысле понимаете да Ситуацию моего собственного сына У которого отец и директор в одном лице Еще домашнее задание нужно делать Это да Но тогда возникает вопрос Почему мы так Мы так про это думаем Ответ не так прост как кажется Все дело в том что Мы репродуцируем И вот здесь внимание Мы репродуцируем Собственное отношение к нам Наших родителей Иными словами Как к нам относились Вот ты пришел в пятом шестом классе Что там папа мама тебе сказал Ну вот ты пришел со школы Буквально что Ну не так давно было Молодец Что получил Пять Отлично Вот тебе супа тарелка Все Иди гуляй Домашнее потом сделаешь Ну или домашнее сделаешь Сейчас потом погуляй И мы начинаем репродуцировать Почему? Да потому что так принято Инертность определенная есть Мы не в жизни Не догадывались о том Что а как нужно по другому Но с нами же так же И мы так же будем Немного истории Образование Я бы здесь Рассматривал с точки зрения Средневековья Именно потому что Там именно тогда Появились университеты Вы знаете Сколько нужно времени Чтобы подготовить Помощника Мастера суши В Японии В средние века Мастера Мастера больше Пяти лет Подмастерия Будут точно Подмастерия Три года Знаете что он делать Будет эти три года Он будет варить рис И да 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 Три года Я вполне серьезно говорю Это описано В исторической литераре Он три года Так вот Квалификационной Характеристикой Подмастерия Суши Является то Что когда он Этот рис готовит Вот у него вообще Все хорошо Рисинки Ложатся в суши Практически параллельно Понятно да Вот И следующим шагом Мы должны понимать Что Когда образование Развивалось Вот этот мастеровой класс Мастеровой класс Следующей попыткой Из мастерового класса Из ремесленников И так далее Была попытка Создания университетов Но Из чего создавались Университеты Из какого посыла Будут узкие специалисты Они будут читать Определенные курсы Они будут читать Определенные лекции Где происходит Интегрирование знания В голове у студента Студент послушал Этого педагога Послушал этого Этого И вот у него Начала складываться Некоторая комплексная Картинка мира Он является Специалистом Который закончил университет Вот так это все было Ну А теперь давайте Посмотрим Как это сейчас все есть Как это сейчас все есть Давайте перенесемся В наше время Вот школа Вы все недавно В общем-то оттуда Что мы там видим Ну парты Ну стулья Ну компьютеров больше Я понимаю Но Ключевое Неотличие С тем положением Которое я сейчас описывал Вот в чем Есть специалисты Они весьма узкие Есть специалисты По математике Ну там Отдельно по алгебре Отдельно по геометрии Есть специалисты По филологии Опять же Кто-то лучше литературу Кто-то лучше русский язык Но как это все Сделать так Чтобы А Знания применялись И Б У ребенка Возникла комплексная Картинка мира Ведь он же что ходит Он же ходит Сдает домашние задания Он делает уроки Он уроки сделал Так махнул Забыл и ладно Ну и это не все Из чего складывается Оплата педагога Оплата педагога Складывается из того Насколько успешно Он научил ребенка В своей узкой области Что это означает Это означает Если у нас есть Если у нас есть Хороший математик Математика точно будет хорошо Или же хороший филолог Не всегда бывает так Что все Весь педагогический коллектив Одинаково успешен Но образование Это очень комплексная вещь Нельзя сказать Нельзя образовывать Отдельно математики И в этом смысле Понимая что Западают те или иные вещи И тогда И тогда у меня есть притча Да да У нас тоже есть свой фольклор И есть определенная Учительская притча Одна девочка Очень маленькая Пошла в первый класс Очень любила рисовать цветы У нее получались Очень хризантемы Василькового цвета Под цвет ее глаз И она Пришла Учительница Дала ей цветные карандаши Она с удовольствием Начала ходить в школу Но учительница Заболела И поставили подменного педагога Ну в общем Как это и бывает И хорошо что поставили Могли бы не поставить И вот урок рисования Учительница Приходит и говорит Дети Сегодня рисуем маки Она достала все карандаши Взяла свой любимый синий цвет Учительница говорит Нет 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 Мы рисуем Красные цветы На зеленой ножке Девочка говорит Ну в общем Конечно же ладно Она же не будет спориться Со взрослой тетей Отлично Несколько уроков Несколько уроков Как вы думаете Какой цветок Она принесет Папе Который позвал ее Показать Те самые знаменитые Хризантемы Которые у нее получались Она принесет Красный цветок На зеленой ножке Мышление по образцу Одно из самых Проблематичных Мест образования Как с точки зрения Родителя Так с точки зрения Педагога Нас С одной стороны Школа пытается Измениться Но с другой стороны Родитель в этом смысле Что делает Вот что он делает Давайте подумаем Об этом Знаете сколько выпускников Педвуза приходит Ко мне с готовым резюме Ну то есть как Зашли в кабинет Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста Присаживайтесь Я Маруся Иванова Пришла к вам Так вот Знаете сколько процентов Ноль У них У студентов Простите Что в третьем лице При наличствующей Аудитории У студентов Не было этого В образце их жизни Ну просто В голове не укладывалось Что оказывается При устройстве на работу Надо приходить С готовым резюме Где расписать Какое-то замечательное Нет такого Знаете Сколько детей Которые Переходят В десятый Класс Из этих В общем Мотивированных На обучение Я бы хотел сказать Знают В какой вуз На какую специальность Они поступят 20 процентов 20 процентов Аудитории Вот так вот Садишь Начинаешь спрашивать Пожалуйста Поднимите руки Кто определился Специальностью вуза Хотя бы Или хотя бы Было бы неплохо С вузом 20 процентов А вообще-то 10-11 класс Если кто-то помнит Это уже достаточно Отработанная технология По подготовке По профилизации И тогда И тогда возникает вопрос Какие основные дефициты И кем они могут быть восполнены Какие основные дефициты Наших детей Я бы выделил их три Первый дефицит На самом деле Детям Очень важно Когда Их родители Вместе с ними Ставят Далеко идущие цели Они должны Видеть свое будущее А также Простраивать Стратегию Их достижения Я не просто Получу высшее образование И я стану Специалистом В этой области В какой Мы сядем И обсудим В какой Вторым дефицитом Является Слабая применимость знаний Знания получаются А вот как Алгебру учат все Да Посчитайте пожалуйста Площадь этого озера Чего Ну озеро А линейка есть Ну как-то вот С помощью теней Угла солнца Там и все остальное Ну как-то сильно сложно И в этой связи вопрос Извините еще Третья ответственность Ответственность Это вообще отдельный конек И тогда у меня вопрос К аудитории Давайте представим Что дети у вас все таки есть Ну или точно же будут Давайте представим Кто Ту внешнюю организацию Которая поможет ребенку Закрыть Третьих дефицит Только поставим Этот вопрос честно Кто это может быть Школа Школа лидеров Кто еще Так вот Если вы его поставите Честно На самом деле Правильный ответ будет Вы сами Не будет никакой организации Если родитель Не сориентирован На то Чтобы отрабатывать Цель с ребенком В условиях узкой специализации Предметного преподавания Школа не сможет этого сделать Если мы не сможем Поднять ответственность И чуть позже скажу Как Школа не сможет этого сделать Она выдает домашнее задание Пытается как-то Проектно поднимать этот сюжет Но Правильный вопрос Как Предпоследний слайд Не люблю текстовые слайды Но вот здесь уж Что называется Пришлось На самом деле На самом деле Цели С ребенком Ставить нужно вместе Цели Про будущее Ребенка Необходимо Определять Определенное Простите за тавтологию Зоны Ответственной Ограниченной ответственности Как я их называю Например Ты ответственный Собственный За тайм менеджмент Что это означает Это означает Что ты сам выбираешь Когда тебе Чего делать Но если уж Ты нарушил Извини Ответь Но В общем Ты сам решаешь Тебе гулять больше Домашнее больше Еще чего-то больше Но отвечаешь Самостоятельно И так дальше И так дальше И так дальше И только Развивая В семье Только развивая Родительскую позицию По отношению К ребенку А не спрашивая Оценки Не спрашивая Домашнее задание Вы сможете Сделать ребенка Смотивированным На образование И счастливым В этой жизни Спасибо большое Я уложился Спасибо за просмотр!